Привет, друзья! Прощание с солистом ласкового мая Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище превратилось в грандиозное действо, так не провожали в последний путь, кажется, ни одну российскую или советскую звезду, и это прощание стало поистине народным. На похоронах других кумиров были и очереди поклонников, и груды цветов, но такого, чтобы тысячи людей, хором пели хиты умершего, не было никогда. Этот феномен объясняется, наверное, тем, что успех ласкового мая пришелся на перестройку, когда люди почувствовали ветер перемены дыхания свободы, были полны надежд на скорое и лучшее будущее. Ну и, конечно, играла свою роль личность самого Юры Шатунова, мальчика из детдома, который в одночасье стал суперзвездой, эталонная история успеха подростка из народа. С утра у Троекуровского кладбища начался аншлаг. Машинами были забиты все окрестности. Дежурили автозак и скорая помощь, услуги врачей пригодились, из-за 30-градусной жары некоторым пришедшим становилось плохо. Очередь желающих проститься с Юрием Шатуновым растянулась на километр. Большинство, конечно же, держали в руках букеты белых роз. Белые розы и другие хиты ласкового мая собравшиеся пели, как умели. Больше всего было женщин в возрасте. Триумф ласкового мая пришелся на времена их юности. Под песни группы тогда танцевал каждый, они неслись из каждого динамика. В какой-то момент к кладбищу подъехал целый грузовик с розами. Как объясняли людям, его прислал фанат Шатунова, который сам прийти не смог. Букеты всем раздавали бесплатно. На входе в траурный зал людей встречал портрет Юрия Шатунова в Синей Олимпийке с надписью СССР, и это было очень символично, ведь Юрий оседлал волну славы на сломе советской эпохи. На прощании, кстати, были фанаты артиста из разных стран бывшего СССР. Кто-то даже занял очередь у Троекуровского еще с ночи. Жена и дети Юрия Шатунова, живущие в Германии, с утра в траурном зале не появились, как и продюсер ласкового мая Андрей Разин, который вел с Шатуновым бесконечные изматывающие суды за авторские права, с этими стрессами связывают и ухудшение здоровья Юрия, которого на подмосковной даче в 48 лет настиг обширный инфаркт. Но пришел автор хита «Белые розы» Сергей Кузнецов, выглядел он очень плохо, стоять ему было тяжело. А днем у гроба увидели сына Шатунова, 15-летнего Денниса. Юрий Шатунов завещал себя кремировать. Это произойдет в понедельник, в кругу его родных. К этому дню супруга и дети Юрия будут уже в Москве. Из-за огромного наплыва людей сегодняшнюю церемонию прощания, которая должна была длиться до 15 часов, решили продлить до 22 вечера, по крайней мере так объясняли дежурищие на кладбище силовики. Мы публикуем кадры прощания с солистом Ласкового Мая Юрием Шатуновым с Троекуровского кладбища в Москве. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить.